Мне лень было придумывать приветствия, поэтому ближе к сути, я переделал игру из Покет-кода на Юнити. Поехали! Итак, мы уже в Покет-коде и посмотрим, что у нас тут есть в популярном сообществе Катрабан. Каубол. Так, смотрим. И что это такое? Ладно. Так, я так понимаю, это туториал? Хотя мне ничего не понятно. Но... Ладно, я куда-то перешёл. А как, собственно, играть начать? Так, сюда. Окей. Блин, что за задумка игры? Игра, кстати, управляется с помощью акселерометра, то есть мы наклоняем экран, а наклоняется эта трава. Это весь геймплей. Ещё я вижу таймер сверху, то есть, типа, когда таймер стечёт, уровень закончится, и смотреть за счёты. Выиграли мы и проиграли, типа, будут решать. Господи, что это было? И спасибо огромное анониму. Благодаря вам я смог заказать плюшевого скибези туалета. Но мы не будем останавливаться и накопим на что-нибудь более полезное, а именно на жёсткий диск на 1 терабайт. Ссылочка на донат в описании. Первое, что нам понадобится, это 3D-моделька коровы-мяча. То есть, корова-мяч, да. Лицо для будущей коровы я нашёл на скетч-фабе. Вот так вот выглядело это чудо природы. А может, это ошибка природы? В общем, не знаю, в любом случае я скачала вот это нечто. Затем шёл процесс так называемого округления. Мы добавили шарик и приделали к нему голову коровы. В теории всё осталось немного намудрить с текстурами, и у нас уже есть вот это. Теперь можно это всё импортировать в Юнити. Ну что ж, встретимся уже там. Мы уже в Юнити первым делом меняем положение камеры, чтобы оно было более партайнд. И добавляем наш кубик, ставим его как-то вот так вот, растягиваем. И у нас есть первая платформа, вы представляете? И сюда мы добавляем корову-мяч. Как всегда, не дня без поломки текстур, поэтому оставим всё как есть, пускай у нас будет белая корова. Что, кстати, логично. Добавил коллайдер, а для непосвящённых хитбокс. И у нас уже есть корова, которая может с чем-то столкнуться. И всё, она просто падает. И нам этого недостаточно, ведь у нас корова-мяч, и она должна иметь физику. Для этого мы создаём физикс-материал. Небольшие туторы от Эпиксуса, только я не научу вас его настраивать. Если вы хотите, короче, тутор, где я научу вас настраивать и вообще сделать такую игру, то пишите в комментарии, я читаю все комментарии, пока я это могу сделать, поэтому да. А в тот момент наша корова всё ещё так же глупо падает. И наконец-то у меня получилось что-то скачущее. То есть у нас уже есть попрыгунчик, который мы можем поднимать. И вот, теперь я его могу даже вот так подкинуть, только он вылетел, поэтому мы делаем барьеры. В любой игре должны быть барьеры, мне кажется. Да даже в майне они есть, в песочнице, понимаете. Всё. Теперь у нашей коровки есть большой потенциал, она не может вылететь за барьеры. Ну если мы, конечно, ей не поможем. И я её запустил очень высоко в космос, но она особо сильно не отпрыгнула. Поэтому я ей увеличил некоторые параметры, и у нас началось это безумие. Кайф. Ну что ж, продолжим. Итак, у нас есть вот эта корова, которая у нас умеет скакать. И всё, что у нас есть в игре, собственно, это неиграбельное нечто. Давайте подрастянем нашу свинку, чтобы она смотрелась лучше. Свинку. Скопируем платформу. И сделаем её чуть поменьше, потому что прямо сейчас мы будем это реализовывать в Юнити. И она будет вот так у нас двигаться при акселерометре, то есть при повороте экрана. И эта корова будет скакать, жёстко скакать по всему экрану. В принципе, всё, что мы можем сделать. Также мы сделаем счёт. И всё. Собственно, все механики. Останется только механику таймера сделать, но... Это во второй части. Ну а мы уже в Юнити. И добавляем нашу платформу. Всё, у нас есть платформа. Я добавил на неё уже нужный скрипт, и она будет двигаться от акселерометра примерно вот так. Вот так. Затем я сделал нужный нам счётчик, и теперь у нас есть счёт. Вот он. И если мы запустим проект, то корова, когда будет касаться, будет добавлять нам очки. И всё, переходим к следующему пункту. И вроде бы у нас уже есть всё, но чего же нам не хватает, кроме таймера? И, конечно же, нам не хватает визуала. А точнее, нам не хватает травушки-муравушки. Вот она. Наша любимая трава. Сейчас я её покрашу в зелёный, как бы не взорвать опять-таки этот ваш пейнт. А, нет, я уже её всё взорвал. Поэтому сейчас всё довзрываем, и перейдём уже непосредственно в Юнити. Бррррррррррррр. Какой-то RGO же прям получается, блин, на минималках. Мы успешно телепортировались из пейнта в Юнити. И вот посмотрите, какая у нас тут 2D-шная корова. Господи, Юнити прям создан, чтобы создавать 2D спрайты из 3D объектов. Итак, ну мы пришли сюда не за этим, а чтобы добавить немного визуала и красоты в нашу игру. Которую я, кстати, буду делать в двух частях. Я уже миллиард раз это сказала, но скажу ещё раз. И вот она наша трава. Ну а я продолжила располагать нашу прекраснейшую травку, в которой будет резвиться корова, когда ты её не поймаешь с помощью акселерометра. И вот наша трава готова, всё. Теперь наша коровка спокойно резвится в травушке-муравушке. Но наш блок почему-то не соответствует траве, из-за этого может выделиться и тому подобное. В общем, я его перекрасил, и мы добавляем, собственно, травку на нашу блок. Всё. И теперь у нас есть блок, с которого слезла эта вонючая трава. Поэтому мы быстренько всё исправляем, и теперь у нас есть красивый блок травы. Чуть-чуть подправляем, и получаем финальный результат. Но, конечно, это далеко от идеала, ведь у нас нет фона, и это вообще всё выглядит неживо и фальшиво. Поэтому добавляем ещё один блок, начинаем растягивать, и у нас уже что-то есть. А точнее, белый фон. Ну, точнее, вам будет видно белый фон, а сейчас вы видите непонятно что на своих экранах. И вот. Всё. Теперь у нас есть голубой фон сзади. Добавляем ещё один квадратик, и импортируем туда спрайт облака. Мне это не понравилось, поэтому я решил сделать просто вот такие 3D-облачка. И выглядит всё прекрасно. Немножко их пододвинем, и... В принципе, игра готова на сегодня. Ну, а во второй части мы сделаем систему уровней и таймер. И вообще, сделаем из этого какую-то аркаду, и, возможно, даже выложим в плеймаркет. Всё зависит от циферки под этим видео. А вот как выглядит наша замечательная игрулька на телефоне. Надеюсь, вы довольны данным видео. Напишите, как вообще оно вам, что мне стоит улучшить в своих видео. Ну, а пока новое видео не вышло, посмотри вот это вот, оно очень интересное. Продолжение следует...